тема моего доклада борьба докеров морского торгового порта за приближение зарплаты к уровню стоимости рабочей силы. Говоря о такой вот большой теме, надо начать наверное с истоков профсоюза докеров. Образовался этот профсоюз в начале 90-х годов, то есть это уже 18 лет профсоюзу докеров. Образовался в тяжелое и для страны тогда время, значит дикие инфляционные, вы помните эти начала 90-х процесса, когда шло вот это вот основное ограбление страны, народа, началась вот эта вот дикая совершенно безобразная приватизация и в таких непростых условиях вот и образовался профсоюз докеров. Образовался он и вышел из профсоюза работников водного транспорта, значит дело в том, что профсоюз водного транспорта на тот момент, да и сейчас он уже не отвечал тем потребностям рабочих докеров, которые в общем-то в то время остро нуждались. Это во-первых в связи с дикой инфляцией, это повышение естественно заработной платы, потому что было огромное отставание по заработной плате. Ну и коллективный договор, такие вопросы коллективного договора основные, как зарплата рабочих, условия труда рабочих, защита рабочих мест, все это вот это вот нормирование труда, вот эти вопросы требовали усиленной работы. Вот в это время именно группе, так сказать, товарищей наших докеров пришла мысль о том, что пора создавать свой профсоюз и начинать работу по защите интересов рабочих докеров. И что и было сделано. И сразу же встал вопрос по заработной плате. Значит два вопроса по заработной плате, по коллективному договору. Но надо сказать, что в те времена еще трасса и собственные, ну тогда уже начали образовываться собственники, естественно, первые в морском торговом порту. Он был там наполовину государственный, так скажем, 51% владел акциями государства. После приватизации потом, значит, нарисовались первые собственники, у которых только было 49%. И по тем временам можно сказать, что с ними можно было вести диалог такой, так скажем, бескровный, без серьезных коллективных действий, забастовок. Хотя и в те времена тоже проводились. Я вот помню в начале 1994, по-моему, год, один из первых коллективных договоров. Мы проводили тогда акцию. Не было забастовок, не было коллективных действий. Ну, вот это и было, наверное, первое коллективное действие, когда мы на 2,5 часа приостановили работу порту, потому что администрация отказывалась на наших условиях подписывать коллективный договор. Значит, и буквально на следующий день он был подписан. Коллективный договор как раз вот тот вариант, уже первый, один из лучших, который потом стал в стране, где вот согласование по всем основным вопросам работников, значит, пробивали согласование. Ну, и вопросы заработной платы решались переговорным путем. В общем-то, находились моменты такие, когда можно было договориться с администрацией. Ну, вот где-то начиная с 2004 года, вопрос заработной платы серьезно начал тормозиться. Около трех лет не повышалась зарплата, и в 2005 году как раз к нам пришел вот этот собственник, в наши три компании пришел собственник Леардер Лисин, который вот и сейчас является там, так сказать, собственником. Вот, поменял всю администрацию, и уже разговор о заработной плате пошел в совершенно другом русле. Значит, пришлось тогда в 2005-2006 годах проводить серьезные коллективные и забастовочные действия. Опять же, и подходил как раз срок переподписания коллективного договора. Это наряду с тем, что, ну, необходимо было, просто необходимо было повышать заработную плату. Вот, как-то вот тогда, на тот момент портовый комитет действовал дружно, то есть мы проводили переговоры. У нас после неудачных переговоров с новым собственником, но мы предлагали тогда повысить заработную плату на 40%, посчитали вот эти все реакцию, посчитали за эти три года, посчитали, значит, прикинули примерно, насколько надо было повысить вот зарплату. И в то же время обсуждался проект, новый проект коллективного договора. Уже тоже же опять шли переговоры по этому поводу. И туда уже мы стали предлагать выработанный совместно, значит, с Портовым комитетом и с Фондом рабочей академии проект повышения уровня реального содержания заработной платы. Так вот он назывался. Значит, выработан он был таким образом, что мы брали статью 134 Трудового кодекса, где говорилось, на основе вот этой статьи, значит, мы вырабатывали этот проект, говорилось о том, что повышение, значит, как бы работодатель обязан повышать уровень реального содержания заработной платы, и это повышение включает в себя индексацию. То есть вот на первый взгляд такой, как бы неопытный, так скажем, весьма запутанный разобраться, как бы вот простому рабочему было очень сложно. Что же такое, вот как включает индексацию, что такое повышение уровня реального содержания заработной платы. И вот тогда вот родился этот проект, который мы предлагали на первый, так сказать, проект механизма повышения уровня реального содержания заработной платы, который мы тогда и предлагали работодателю. То есть исходили из того, что такое повышение уровня реального содержания заработной платы. Значит, для того, чтобы повысить этот уровень, необходимо, во-первых, сначала прииндексировать зарплату. То есть год прошел, на процент инфляции за период зарплаты понижается, естественно, на тот процент инфляции, который есть. Обычно это от 8 до 12 процентов, а иногда и больше скачки бывают. Но это тоже, опять же, только официальный уровень инфляции, потому что по неофициальным источникам процент инфляции чуть не в два раза больше выводит. И, значит, вот уже после индексации заработной платы мы предлагали работодателю повысить заработную плату на тот процент, на который повышается производительность труда. То есть все это считалось, там были формулы, они переводились в условные тонны, и хозработы, то есть все-все-все. Вот за период, то что, допустим, компания делала за год, и выводился вот этот вот процент повышения производительности труда, и переводился в повышение уровня реального содержания заработной платы. Значит, надо сказать, что тогда, конечно, шли тяжелые переговоры и бои за коллективный договор и за повышение зарплаты. И, в общем-то, за год мы тогда путем коллективных действий повысили заработную плату даже дважды. Это, ну, насколько я помню, сейчас это 15% и, да, и 10%, ну, на 25% примерно за год, дважды повышалась тогда зарплата. Вот. Ну, переписали мы коллективный договор, но вот этот, к сожалению, проект, который предлагали отстоять, тогда не сумели. Трогнули тогда профсоюзные, так сказать, силы в Портовом комитете и не смогли дожать его. Но, тем не менее, все равно зарплатный вопрос, он каждый год вставал на горизонте. Вот. 2006, допустим, года так же и шло. В 2007 году, значит, докеры первого контейнерного терминала, значит, посчитали стоимость рабочей силы. Делали, взяли все, что требуется нормальному человеку, нормальной семье из пяти человек. А как раз тогда господин Путин, президент, говорил, что для нормального воспроизводства нас и в России, значит, в семье должно быть не менее трех человек. Соответственно, и взяли семью из трех человек, значит, да, и, значит, главу семейства, да, как бы отца и, который работает в Порту, то есть докера условного, так сказать, и жену, соответственно. То есть семья из пяти человек рассматривала. И посчитали все, включая стоимость жилья, стоимость там для пяти человек трехкомнатной квартиры. Посчитали полностью и ипотеку на 25 лет, по ценам 2007 года. И там автомобиль посчитали, что нужно его, там, все это рассчитали на 25 лет, что его нужно менять, там, в течение, допустим, там, ну, дважды, трижды или трижды, я уж не помню там эту таблицу дословно. Там и бытовую технику, там, и ремонт квартиры, то есть включили все, что возможно. И получилась цифра, что на момент 2007 года в ценах зарплата докера должна составлять 203 тысячи рублей. Естественно, да, разговаривали, да, ну, где-то хочу оговориться, что, допустим, в первом контейнерном терминтале зарплата у докеров на тот момент была достаточно высокая, по сравнению, допустим, с теми тремя компаниями, вот, где я работал в первой стивидорной, а там еще четвертая стивидорная и вторая. Это стивидорная компания. То в этой компании, ну, на порядок уже была заработная плата. Они уже тогда, в 2007 году где-то зарабатывали от 60 до 100 тысяч рублей. То есть, как бы, и развивающаяся компания была, там, и бизнес этот, как бы, такой серьезный, вот, этот контейнерной перевозки. И, кроме этого, там сильнейшая на сегодняшний момент профсоюзная организация, которой руководит Александр Иванович Саржин и заместитель у него Константин Васильевич Федотов, член нашей партии. Значит, тесно они, этот профсоюзный комитет сотрудничает с нашей рабочей партией России и с фондом рабочей академии. Вот Михаил Васильевич Попов там консультантом и на всех переговорах по заработной плате, по коллективным договорам, каяться для работы в комиссии. Поэтому, в общем-то, и этот профсоюз был уже на тот момент достаточно на высоком уровне в переговорах, допустим, по сравнению с теми тремя стивидорными компаниями. И у них же первыми они начали в прошлом году как раз переговоры по вот этой теме, по приближению уровня заработной платы к стоимости рабочей силы. Значит, тут какой нюанс? Во-первых, взяли, понятно было, что невозможно сразу предлагать вододателю перейти на 203 тысячи рублей, вот давайте и все. Возможности такой не было, поэтому предложили вариант поэтапного, приближение стоимости рабочей силы, зарплаты к стоимости рабочей силы. Взяли период 12-летний, тоже немножко так привязали это к той же путинской президентской концепции. У него тоже на 12 лет она была опубликована, и в нашей, в том числе, и на «Родной правде», значит, социально-экономического развития. Кстати, и так достаточно там более или менее органично туда вписалось. 2020? Да, да, был, и вот этот проект, как бы соглашение, он достаточно так органично туда вписался, надо сказать, на этот 12-летний период. Значит, все это посчитали, где-то там выходило у них, что за 12 лет где-то нужно повышать заработную плату на 7%, на 7% пунктов, как говорится. Ну, тут тоже есть нюанс, то есть, это берется теперешняя зарплата, вот чтобы было понятно, я попытаюсь объяснить, которая, допустим, на 2007 год существует. И берется вот эта вот реальная стоимость, и высчитывается, какой процент от этой зарплаты, значит, от реальной стоимости в настоящее время получается. Значит, получалось там где-то, по-моему, 25%, по-моему, процентов. И имеется в виду, что вот на 7% пунктов, то есть, если, естественно, после индексации, и вот к этой 25% каждый год прибавляется 7, уже потом прибавить, допустим, к 25-7, это, соответственно, будет 32, то есть, это уже на следующий год уже вот от этого процента зарплаты идет. И так вот за 12 лет должно приблизиться вот к этому. Ну, надо сказать, что работодатель, конечно, как выяснилось позже, он вот это вот, такие периоды, вот этот капиталист наш, работодатель, он, конечно, ну, просто не способен рассматривать 12-летние периоды. Он там, вот год, он понимает, что такое год. А вот 12-летний период, это у него просто, это да, это, конечно, просто у него, у них шок был, вот как Михаил Васильевич, там и Константин Васильевич говорили, просто шок, когда представили вот этот проект на 12-летний период. Ну, по крайней мере, вот за этот год первый контейнерный терминал, значит, они уровень реальной заработной платы, то есть, повышение тарифных ставок и окладов, надо тоже вот это вот возвращать, что повышение тарифных ставок и окладов именно имеется в виду, значит, они, им удалось увеличить почти на 7%, почти, то есть, практически, за один год вот они сумели вот этот вот график выдержать. Вот, ну и, соответственно, тут вот уже по ходу дела рождается, я так понял, идея о том, что, может быть, и не стоит предлагать работодателю вот эти вот огромные периоды там, а взять и попросту договориться вот на те же 7%, чтобы он повышал каждый год. Надо его там пугать большими, такими сроками, на которые он там не может вообще реагировать, вот такая вот идея. Ну и хочу, как бы, в сравнительном варианте, вот в заключении, допустим, ну, первый контейнерный терминал, значит, за год у них повысилась вот эта вот реальная стоимость заработной платы на 7%, это, ну, достаточно приличная сумма, то есть, это и проиндексировали сначала зарплату, а потом на 7% повысили уже ставки оклада, то есть, реальную зарплату. И, допустим, возьмем вот три стивидорных компаний, первая стивидорная, вторая стивидорная и третья стивидорная. А, да, я говорю, что на первом контейнерном терминале ни сразу, ни вдруг это все пришло. Были у них там коллективные действия, они на несколько там недель, значит, работали по правилам. То есть, все это дело происходило в борьбе, а не просто так. И вот три компании вот эти вот, Лисинские, первая стивидорная, вторая стивидорная, четвертая стивидорная. Ну, стивидорная, это, грубо говоря, да, 100 видеорг. Да, перегрузочные. Стивидор это грузчик, вот там тоже, да, это там, да, там в Англии, допустим, да, это английское слово. А у нас это почему-то означает стивидор, это инженер-организатор. Вот, не знаю почему, в порту вот у нас разные, да, к этому слову. Ну, однако компания стивидорная называется, как и там же на Западе. Вот, и вот, то там была борьба сначала, начали вроде ребята там дружно забастовку, но, однако, значит, эту забастовочную эти действия, забастовку признали незаконной. Вот, там я считаю, что это, конечно, вина руководителей забастовок, забастовокома первой стивидорной компании. Именно в ней признали забастовку незаконной, потому что они там сами, в общем-то, проворонили, отказались ребята там выгружать. А забастовка, надо сказать, была полной, 100%, то есть люди сидели просто, приходили на работу и сидели. Вот, отказались выгружать шрот, а это продовольственный груз. А по согласованному с тем же профсоюзом списку, продовольственные грузы должны выгружаться в период забастовки. Продовольственные, лекарственные и так далее, и так далее. Ну, там проворонили вот как-то этот момент, и забастовку признали незаконной. И сразу же забастовочные действия прекратила вторая стивидорная компания, вообще вышла из забастовки. Вот, четвертая там еще как-то пыталась рыпаться, значит, причем вторая стивидорная вообще коллективный трудовой спор прекратила, полностью, вообще прекратила. Вот, в первой стивидорной этот трудовой спор остался, хотя, ну, забастовку признали, забастовку, естественно, пришла ведь признали незаконной. Но он так вот, насколько я знаю, он так до сих пор там и есть в открытом виде. Правда, пока никаких там действий не идет. Ну, и в четвертой стивидорной тоже там немножко порыпавшись, грубо говоря, тоже они прекратили коллективный трудовой спор. То есть, как-то вот уже это, я считаю, такие вещи негативные произошли совершенно. Ну, и, соответственно, там вот, где борьба была прекращена, там и, значит, гордо, так сказать, эти лисенцы в своей газете там сказали, что они повысили заработную плату на 5%. На самом деле они повысили, не проиндексировав зарплату на 5% тарифной ставки и оклады, а в целом это вышло как? Что при инфляции 8,5% это понижение реальной содержания заработной платы на 3,5% за год. То есть, людям они снизили процент зарплаты на 3,5%. Ну, и в результате, конечно, ну, не только в результате этого, господин Лисин за этот год кризисный вышел на первое место в рейтинге среди миллиардеров. Вот, у него теперь 18 миллиардов, то есть, грубо говоря, вот, и в том числе, да, за счет того, что он не повышал, а понизил зарплату в своих трехстивидорных компаниях. Тоже, по счету этого. Вот. Кроме того, вот, значит, был вот за этот год, как бы, кризисный, предложена администрация этих, в этих трех компаниях, так сказать, антикризисный, так называемый, проект, где, значит, предложен он был в Портовый комитет, и председатель Портового комитета взял и подписал его, не согласуюсь ни с кем вообще, такой, там, господин Моисеенко, бывший теперь уже, слава богу, председатель. Вот. Значит, там что говорилось о том, что нужно сокращать в период кризиса рабочие часы дополнительные выходные вводить. Значит, если, допустим, в полдоговоре оговорено, там, когда нет работы, значит, обязана администрация проплачивать это время по среднему заработку. Уже оговорено, что давайте не будем средний заработок брать, а только две трети среднего заработка. В общем, естественно, это все за счет карманов рабочих. То есть, ладно, вводи дополнительные там выходные, но не понижай зарплату при этом, тоже будет спорить. А тут вот решили так, свои проблемы за счет карманов рабочих решать, кризисные, так называемые. Вот за счет этого, наверное, господин Лисиной вышел в первое место, повысил в кризисный год свои миллиарды, свой уровень состояния. А вот в первом контейнерном терминале там вот как раз не хотят повышать за счет своей зарплаты стояние собственника, не дают такой возможности. То есть, происходит борьба, происходит серьезная работа по заработной плате, происходят вот эти вот договоры, которые до сих пор ведутся и будут продолжаться. Я думаю, что будут дальше значительные победы в первом контейнерном терминале в этой профорганизации. Или приближение заработной платы к стоимости рабочей силы. Вопросы какие-то есть. Какие все-таки перспективы борьбы? Это первая стередорная компания, самая крупная. Как там сейчас активных девистов профсоюза, на которых можно ливиться в этой борьбе? Во-первых, ну я так численность не скажу сразу, но я хочу сказать, что, во-первых, там в отличие от некоторых вот уже других стередорных компаний, которые, фортовый комитет, там подавляющее большинство членов профсоюза докеров, это раз, то есть большинство коллектива. Во-вторых, там еще, в отличие от других компаний, как бы создан единый профсоюзный орган с той организацией работников водного транспорта. И они все вот эти... А то где это? Первая стередорная? Про первую стередорную? А, про первую стередорную? Ну, конечно. Я про ПКТ. В первой стередорной, я думаю, никого уже сейчас не осталось активных. Тысяча человек там где-то членов профсоюза, и ни одного активного? Нет, там тысяч человек уже давно нет, и не было, кстати, никогда. Было, на моей памяти, самое большое, 700 с небольшим членов профсоюза докеров. И примерно там из тысячи работников, ну, примерно. Ну, и сейчас уже понизилось значительное число членов профсоюза. Во-первых, значит, как бы, там и естественный отток идет, потому что и профзаболевания люди формляют, уходят. Ну, и кроме того, там достаточный процент просто ушли из профсоюза в связи с доверием. А вот старость-то? Если было 700, я думаю, там 500 сейчас нет. Да, а еще тут слухи доносятся такие, от того же Константина Васильевича Федотова, что там еще и руководство профсоюза на этой организации скрывает численность, хочет освещать. То есть еще, может, меньше. А гражданин Ламтадзе какую занимает? Так-то какую. Если как раз вот этот вот антикризисный проект подписал господин Ламтадзе, господин Плюхин, это четвертая стивидорная компания, и как раз Моисеенко. Это было год тому назад, с тех пор, что ты могу сказать? Ну, изменилось там в лучшую сторону, что господин Ламтадзе сейчас, допустим, участвует в создании региональной организации, которая, в общем-то, ну, такой шаг как бы вперед по сравнению с тем, что было. Но я думаю, что еще участвует в создании оппозиции, у него совершенно там меркантильная. Просто чтобы у него средства профсоюзные, да, были, у него, да, не надо было куда-то отчислять спортовый комитет. И больше он никаких там целей не преследует, каких-то благих, или которые бы отвечали там защите интересов работников этой компании. Многие профсоюзы, наверное, просто заходят доверие к руководству. Ну, да, конечно, это тоже порочная позиция, я хочу сказать. Ну, с другой стороны, какая-то крыша, хоть какая-то, если он уйдет, он вообще будет полностью удар подставать, вообще, по ней, так ли? А какой средний возраст работающих в той же крестиковой? Ну, в моей бытности там три года назад был средний возраст 48 лет. То есть люди предпенсионные. Предпенсионные, но я хочу сказать, что там же сейчас некоторые процессы такие произошли, ну, с одной стороны, может, негативные, с другой стороны, ну, как сказать, позитивные. Там некоторая часть, и я так, опять же, по моих источникам там знаю, некоторая часть пришла в докеры из уже молодежи. Из, значит, есть такая у нас, как бы, которая обучает, потом компания МК, МК она называется. Сергей Григорьевич, это штатные работники или это аутсорсинг? Значит, там часть есть и штатных работников, часть, они как бы там, да, нет, нет, уже, по-моему, созданы. Но вот в том плане, на каких условиях они там находятся, и дошли они до профсоюза, то есть до членства профсоюза, я думаю, что, скорее всего, не дошли, потому что, скорее всего, у них, они хоть и, да, нету, нету, ни одного, поэтому это, скорее, негативно. А у них срочные договора трудовые или бессрочные? Ну, я полагаю, что если были бессрочные, наверное, бы в профсоюз они вступили, им было бы не страшно, наверное, срочные договора. Если что-то оговорено там или как это, я, ну, точно я не знаю, но полагаю. Да, все равно. Такой договор, он не распространяется на этих работах? Штатные организации. А, то есть они числятся, понятно, они просто на причале. Нет, нет, там, нет, насколько я знаю, в первой стивидорной уже есть изнештатная бригада, которая работает на причале и является, они работниками, но на каких условиях, я не в первой стивидорной, не МК уже, не МК. Это такое дело? Ну, другое это дело, но они же не члены профсоюза. В этой стивидорной они могут все равно быть насроченными по трудовому контракту. Нет, все равно же общее же это самое требование ко всем работникам. Это кроме того, а кроме того, там... Договор на них распространяется. Да, на них распространяется полдоговор, но там, я так думаю, что нет заинтересованности в руководстве этой профсоюзной организации, кого-то там тянуть, просто наплево, уж на это-то точно. Конечно... И он еще жив? Жив, он хорошо себя чувствует. Так вот такие у нас... Я его видел в интернете, и даже, по-моему, у меня в телефоне есть снимок на память. В интернете? Лисо у него такое круглое, отъевшее. Вы знаете, был... А это не его? Не-не-не, он был, был он в порту и был не один раз. Вот, водили его, значит, по второй стеридорной компании, где в свое время еще предыдущим собственникам была сделана сауна хорошая, прекрасная. Вот там вот душевые, там все кафелем сделано. Ну, у рабочих вот там вот бытовые условия были прекрасны. Вот его туда отвели. А вот уже туда дальше, первую стеридорную компанию, где там безобразие годами льется из-под душа, туда уже не водить. То есть, это заслука товарища Фомичева, что там условия? Да, это Фомичу, это чисто Фомичева. А там был председатель правкома. Да, там был нормальный председатель правкома, да, который боролся и там условия пытался создавать. И, ну, успешно. Лисин бедный не знает, что у него было. Ну, может, Лисину сказали, что это... Да, что это... Да, попробуй обойтись. Да, ему тяжело, у него масса тела, серьезно. Да, ладно, это самое. Ходить-то ему, наверное, сложно. Ездить привык. Я туда, да. Сколько у вас повысилась зарплата, сколько вы боретесь? А сколько вы, это время, сколько вы, на свет боретесь? Ну, я вот объяснял, что, конечно, в первом контейнерном терминале у докеров повысила зарплата. И по сравнению с другими компаниями уровень достаточно высокий. И о них, конечно, не скажу, что там это, но до 100 тысяч рублей у них заработная плата и в отдельных, и, я думаю, и в бригадах. Там две бригады, 19 и 20, по-моему, одна вот поменьше зарабатывает, другая побольше. Ну, уровень такой вот есть. Так скажем, от 60 до 100 тысяч. А вот в первой стивидурной, четвертой стивидурной, второй стивидурной, я там не повысился, а понизился уровень. Я же говорил, за этот год на 3,5% как минимум. А есть, добавлю немножко. Значит, вот крупным достижением, все-таки не зарплата единых живчеловек, очень крупным достижением профсоюза докеров, является очень хороший кордоговор, который пока еще по инерции действует до 2011 года во всех компаниях. И согласно этому кордоговору, ну, в общем-то, там все расписано. И там, кроме зарплаты, докеры имеют еще ряд бурага, брак. Там входы того, что там до поездки на дачу с дачи, им там два раза в год грузовик выделяется. И еще там много всего. То есть, это все-таки позволяет им чувствовать себя мутианно зачищенно. А зарплата там, ну, тоже не очень маленькая. Там где-то 30-50, я понимаю, так вот в этих стивидурных компаниях. То есть, имея гарантии от увольнения, имея гарантии определенные, так сказать, имея всякую там еще подкормку всякого рода, она позволяет все-таки жить. В слове там пока еще отъезжают, средние по промышленности. Ну и хочу добавить, опять же, по поводу коллективного договора, что вот уже коллективный договор первого контейнерного терминала уже значительно отличается от коллективного договора по содержанию этих трех компаний. Потому что там некоторые вещи позитивные есть, которых нету в коллективных договорах тех компаний, которые тоже вот поработала эта профсоюзная организация, добилась. А зарплата? Ну, а видишь, что я кушаю. У вас есть вопросы? Нет, закончились. Я, во-первых, хотел бы сказать, что я делаю очень хорошую, очень делаю. Я все даю достаточно покую и с пониманием того, что это такая задачка, которая раз и, так сказать, сделала, что-нибудь потребовала. Этим я не могу согласиться с Иваном Михайловичем, потому что по инерции делать действия коллективных. Инерция, забастовка же была могучая. Когда? Которая? Последняя, в прошлом году. Могучая? Могучая. Где? Во всех компаниях в этих вот личностях. Могучая? Могучая. Могучая. Значит, четвертая, северная компания, несмотря на предательство руководителей, так сказать, и требования... Каких руководителей вы имеете в виду? Что? Каких руководителей вы имеете в виду? Всех. И руководителей я имею в виду. Всех руководителей предали, начиная с Моисеенко, все подписали, что... Руководители профсоюзов вы имеете в виду? Руководители профсоюзных организаций, а не профсоюзов. Каждое, значит, из них записано было в каждой... С подачи руководителей профсоюзов по 10% требований. Забастовщики проигнорировали это предательское требование, выставили требования 30% и бастовали за 30%. И первая, стивидорная компания, до сих пор требования не сняла. И находится в состоянии коллективно-трудового спора. Раз. Во-вторых, четвертая стивидорная компания достойно провела забастовку, она, значит, прекратила коллективно-трудовой спор, так сказать, в связи с поражением. Но требования тоже она не снимала. И единственная компания, которая сняла требования, оказалась только... Я хочу сказать, что таких подарков никогда в жизни никогда не бывает, чтобы администрация, так сказать, по инерции чего-нибудь перезаключила. А вот она не хотела такой еще забастовки, даже той, в которой она выиграла. Это и есть инерция. Что? Это и есть инерция. Инерция, это борьба от ласковой. К раз в борьбу ведут люди, которые остались просто и взяли. Вот продленный договор, не в результате инерции, который бывает там, у колес, которые... Инерция, как раз в борьбу, вот и есть. Нет такой инерции классной борьбы. Нет инерции. Потому что люди были воспитаны... Простите. Все, вы не занимаетесь, ничего, не понятно, человек. Вы можете высказать. У нас второй раз вообще не принято выступать, как мы договорились. Все высказали, высказали, все на этом. Вот второе, что я хотел бы сказать. У меня одно замечание процесса. Все-таки такого не было. И вряд ли и бывает. Насчет того, что стал индексировать зарплату, а потом ее... Такого нигде не было и не было и на ПК. В первых, наоборот, практика подтверждает, вот вся российская практика подтверждает, что везде, где требует только индексации, никогда ее не получают. Кто еще не получил индексации, когда требует индексации? Потому что всегда начинается поиск компромисса, а компромисса ниже, чем то, что вы выставили. И, значит, и, соответственно, уже вы не добираете даже того уровня, который дает индексацию. А фактически что произошло? Ну, на ПКТ именно было требование повышения реального содержания зарплаты. И оно и стояло все время. А если мы возьмем повышение с 1 октября на 7%, во-первых, это не 8,5, и это не надо считать индексацию. Во-вторых, это не какой-то конец года, это 2. И в-третьих, так сказать, это была как бы половина задачи повышения реального содержания зарплаты, вторая половина была достигнута с 1 января. В итоге 7,7,9 и дали, ну, 7 еще не складывать надо, умножать потом, на эту величину 7,7,9. В итоге они и дали повышение заработной платы на 15%, минус 8,5. Вот, не, точно считать, 6,9 роста реального содержания заработной платы. Это очень важно, чтобы люди, так сказать, не в правильной ориентации, что ориентация на индексацию, это ориентация вот на что. Снижается под воздействием инфляции все время жизненный уровень, потом раз повысили, это значит, вот это все не вернется? Когда? Это значит, так сказать, вы не получили то, что положено, снова опять и так далее. То есть, есть статья 134 Трудового кодекса, повышение уровня реального содержания заработной платы. Там написано, раз повышение уровня, надо этим руководствоваться. На сайте Фонда рабочей академии товарища Долотова, где? Обязывает. Другое дело, что работодатели без борьбы есть. Я думаю, что подчеркнуть бы не было бы, что у нас вот переговоры там шли, и кто там к ним не подключался, там в том числе и я, от этого никакого повышения реальной зарплаты не было. То есть, полезно было. Ну и нельзя думать, что там, то вот придешь, так сказать, выступишь и получишь. Ничего подобного. Там сидят, как китайские болванчики. Им сказано, если вы подпишите с ними что-нибудь, вас выгонят. В том числе, первого заместителя, генерального директора. Поэтому, когда две недели там все бригады прошли по кругу, все бригады, абсолютно все бригады первого контейнера терминала участвовали в коррективных действиях, и все они эту работу по правилам осуществили. Это высочайший уровень организации. В результате мы имеем особо важность. Вот вы спрашиваете, вот за 18 лет. За 18 лет-то можно повысить. Многие повысили за 18 лет. А вот в кризисный год, чтобы повысить, тогда, когда людям всем, значит, дурачили всех и объясняли, что, дескать, вот денег нет, денег нет, Илисин всех обманывал, и согласились, что да, денег нет. А на ПКТ не согласились. Поэтому они повысили свое реальное содержание. В тот год, который был кризисным. Поэтому это особо ценно. Более ценно, чем просто за 18 лет повысить свое реальное содержание зарплаты. У меня есть слово для информации, связанное с этим. Значит, товарищи, вы знаете, что сейчас проходит, слышали, по крайней мере. Голодовка авиодиспетчера. Значит, авиодиспетчеры в свое время, могу сказать, своими голодовками, которые, в самом деле, представляют форму, единственной возможной забастовки ГАДА, переработали их под выворачиванием воздушного движения. По закону, что я должен сегодня вот ужинать, нет. А членовредительства? На войне есть. Поэтому, значит, что происходит, авиодиспетчеры сначала добились коренного повышения реального содержания зарплаты. У них зарплата была от 15 до 40. Рост. А потом они поролись за коллективный договор и впитали, можно сказать, опыт. Они распространяли, изучали. Возили мы туда прямо программу. И авиодиспетчеры шла за коллективный договор, а не за зарплату. Вот, наконец, на коллективный договор вставили вопрос о том, сколько набросает выручка. Столько же, пожалуйста, и будьте добры. Выручка госпарации по организации восточного движения повысилась с 5, потом на 4 и на 9% за прошлый год. Вечером, согласно коллективному договору, должны были на 5 и на 4% повышать зарплату, а 5% с 1 апреля нет. Договор прекратился. И больше такой не подписывают договор. Начали искать предателей. Среди пара региональные, частные. И вот по инициативе ростовских авиодиспетчеров снова приступили к голодовке. Голодовка проходит в следующем... Люди после рабочей смены отправляются в помещение. Либо в самом аэропорту, либо в городе. Приходится следующая смена. Дать какое-то время до начала, они едут домой, приводят себя в порядок и отправляются на... В течение нерабочего времени не едят. Я только... Только пьют. Учера был тут Борис Павин Папич, зампредседатель. Я приезжал в диспетчер в Том-43. Они все приезжают. Там, так сказать, круглосудно. Хотя вот мы видим то, что пишут. Пишут там предположенное. В одно время, когда они работают, правильно написано, что это не главное обеспечение бедро. Они их пытаются взвалить. Который? Какой? Торбенко. Газкорпорация по воздушному движению. Газкорпорация по воздушному движению. Пармали, некоторое время он этого идиота. Про него уже писали. Торбенко умудрился... Сколько это стало всероссийской, это самое крупное событие в области классовой борьбы. Это политическое время. И это, так сказать. Сейчас на всех нас стали знать. Люди попрятали. Мало. Или только просьба. Помогите нам. Помогите нам. Не на заводах, а на митинговых стациях в Невиномысске. Там. Там нашего товарища, представителя РКР. Это общий наступление. Я вполне проявил. Это было два слова, чтобы все слова... Все знают, да? Ну, наверное, знаю. Я просто напомню, я извиняюсь. Следующий четверг, значит, занятия у нас здесь не будет. Там будет у нас конференция научно-практическая, ежегодная, международная в Развине. Сбор Петровича, Черная Речка. 10 часов. Чего? Я знаю, да? Понятно, четверг же. Все, куда? До встречи. Значит, уважаемый товарищ, значит, следующее занятие будет. Вот у нас конференция 22-го, а потом 29-го числа здесь будет проходить занятие, куда приедет из Куркиева директор Тамара Григорьевна, будет рассказывать о Ленинских музеях в России. Можно будет, так сказать, ее послушать. Всем привет, у нас тут есть. Ну так, как всегда. Всем застой. Строго вечера, да. Строго вечера.